Добрый вечер, как всегда, по будням в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире из нашей «Открытой студии» на седьмом этаже. Я напоминаю, что у нас честно прямой эфир, а это означает, что у вас есть возможность, дозвонившись в эфир по работающим нашим телефонам, задать свой вопрос нашим собеседникам или высказать свое мнение, потому что тема, которую мы все будем обсуждать, она, конечно, по крайней мере, на бытовом уровне всем понятна, потому что все мы с вами потребители, мы все мы ходим в магазин, все мы прекрасно знаем, насколько разнообразно, честно говоря, у нас так вот произойдет впечатление, что у нас все хорошо, молочная продукция, у нас много там всяких йогуртов, молока, сырочка, и сырока, и всего-всего, но повод у нас таков, что знаменитая французская компания «Данон», которая всем, конечно, из нас тоже хорошо известна много лет, крупнейшая группа на мировом рынке, заявила, что она все-таки уходит из России, вот спустя столько месяцев, но как бы мы привыкли прощаться с одной стороны, ну, уходя, уходи, но «Данон» очень крупная, действительно, серьезная компания, очень много марок, много разной продукции, и выпускает именно она, вот что будет, может быть, наши расстраивают крылья, может быть, место на прилавке для наших освободиться, в общем, с чем связаны такие монополии в России, и что будет дальше, давайте мы поговорим о том, что мы очень хорошо с вами с одной стороны знаем, но нам всегда интересно мнение очень серьезных профессионалов, которых мы, конечно, как всегда пригласили для вас. Сначала представлю собеседника в открытой студии в Петербурге, рада приветствовать представителя Комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрия Щенцова. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Ну, Дмитрий, плюс ко всему, еще сам практик и знает, как это все делается, и продается, как работает эта большая система, бизнес-система. И хочу представить вам двух собеседников, которые с нами сегодня будут беседовать из Москвы. Рада приветствовать в нашем разговоре владельцы известной сыроварной Истринской сыроварной, руководители Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирот. Олег, приветствую вас, добрый вечер. Здравствуйте, друзья, только не сирота, а сирота. Да, вот сирота. Какой вот вы это... Ладно, я хотела вырулить, понимаете, с этой фамилией. Сирота, хорошо, Олег, Олег Сиротов. Ну, просто, на самом деле, многие вас и читают, и многие просто в любом случае знают вас по имени и фамилии. Спасибо, что согласились нам побеседовать. Но, если позволите, я представлю еще одного собеседника, который с нами будет сегодня беседовать. Это генеральный директор информационно-консалдингового агентства «Инфолайн» Иван Федяков. Иван Владимирович, приветствую вас, добрый вечер. Приветствую, приветствую. Да, ну, давайте сначала мы, друзья, коротко обменяемся мнениями. Коротко, ключевое слово пока. Вот когда пишут, мы уже не первые, это наши не первые расставания за эти месяцы. Да, уже уходили какие-то крупные компании, как «Кола», уходил «Макдональдс», там. Кто только не уходил за эти месяцы. Но Данон держался, уход Данона, она как-то вот в профессиональных кругах. Кого-то, ну, сильно обеспокоило? Ну, Дмитрий, давайте, коротко вам. Ну, для начала я бы хотел поприветствовать Олега. Привет, да. А что же, Авадина Ивана что, нет? Нет, сейчас дойду. Привет, да. Мы первые, кто, по-моему, в 16-м или в 15-м году привезли сыры в Санкт-Петербург, твои прекрасные, губернские и прочие. Супер. Вот. Ивана тоже приветствую. Это человек, который знает все про цифры, знает про всю экономику, кто сколько сопотребляет, где сколько производится. Высокий профессионал своего дела. Тоже рад приветствовать. То есть вам сегодня нравится компания, да? Отлично. Конечно. Мы старались. Так, ну, давайте пощиплем перья Данона. Ну, Данон решил уйти, окончательно информации нету формы ухода. Есть понимание о том, что уходит Данон. Что будет с теми брендами российскими, которыми есть, ответа пока нету. Также нет понимания бренда того же самого Данона, что с ним будет дальше. Насколько запомню, там порядка 20 молочных марок, 19 заводов, 100 тысяч человек сотрудников. И Данон работал с 92-го года. По-моему, ориентировочный оборот прошлого года 89 миллиардов рублей. Все зависит от того, что произойдет дальше. Откуда пойдет сырье, будут ли технологии, будут ли дальнейшие разработки. Поэтому, скажем так, исчезания с полок не будет. Замены всегда придут. Мы это видим, собственно говоря, на уровне тех же самых напитков. Другой вопрос – уровень замены, который придет. И вот это самый главный вопрос. А что уже придет на замену? Да, ну здесь действительно такая многоступенчатая проблема. Потому что что сейчас, что с людьми, что это. Но давайте сначала тогда я дам слово. Поскольку я немного представляю позицию Олега, если она за последние два дня не изменилась. Тогда Иван Вадимовичу слово. Вы как полагаете? Потому что действительно проблема сначала продукции. Но мне кажется, проблема действительно такое количество заводов по стране. Огромное число людей. Вот насколько эти люди сейчас в зоне риска? Ну, будем надеяться, что производственная деятельность предприятий, входящих в группу компаний Danone, она сохранится. И компания уже сказала о том, что выход будет мягким. То есть они будут последовательно выходить из активов. Возможно, что-то будут продавать. Возможно, что-то будут производить до какого-то последнего момента. Здесь я уверен, что бренд Danone уже очень скоро уйдет с наших полок. То есть, как и многие другие компании, как это сделал Coca-Cola, они не могут, чтобы, соответственно, сохранялся этот бренд. Но производственная деятельность во многом будет сохраняться. Что касается рисков и угроз, которые сейчас возникают, в моем понимании, больше это угроза торговым компаниям. Потому что до этого Danone был достаточно активным игроком, лидером категории современной молочной продукции. Он имел достаточно крупный маркетинговый и рекламный бюджет и серьезно поддерживал деятельность торговых сетей. После того, как начались события, всем известные, в феврале, компания резко сократила маркетинговый бюджет и полностью отказалась от рекламного бюджета. Это в десятки миллиардов рублей. И вот сейчас, как без этих денег будет развиваться наша розница, большой вопрос. Я не сомневаюсь, что кефир и ряженка останутся на полках наших магазинов. Но только магазинам достаточно тяжело зарабатывать на кефире и ряженке то прибыль, которая идет на покрытие зарплаты персонала, коммунальных услуг, аренды помещений. Все это чаще всего, конечно же, покрывалось из доходов самых маржинальных товаров. Конечно, они были самые раскрученные. А как вам кажется, ваше предположение, а почему они, как вы можете это объяснить, почему они все-таки столько месяцев держались и все-таки решили уйти? Если вы обратите внимание, у французских компаний была значительно более выдержанная позиция, и многие французские компании до сих пор продолжают работать на российском рынке. Это и торговая сеть Ашан, одна из крупнейших в сегменте FMCG или в сегменте продуктов питания. Это и торговая сеть Леруа Мерлен, это лидер сегмента строительно-отделочных материалов. Эти компании пока еще не объявили об уходе российского рынка. Но здесь слово, наверное, пока имеет смысл подчеркнуть, потому что, несмотря на достаточно сдержанную позицию французского бизнеса по отношению к тому конфликту, который, к сожалению, развивается в Украине, но любому терпению приходит какой-то конец. Уже больше чем полгода продолжается эскалация этого конфликта, и уже и французские компании вслед за немецкими, вслед за американскими начинают покидать российский рынок. Я не исключаю, что вслед за Данон и другие французские компании также предпочтут уйти с российского рынка. Ну, тогда мы будем их судьбу обсуждать в отдельно взятых программах. Ну и, наконец, дадим слово Олегу. Я просто читала то, что вы писали у себя в Фейсбуке, но вот ваше мнение. Я так понимаю, что вы достаточно категорично все-таки на это реагируете. Не, ну, знаете, уходит Данон, скатит ее дорожка. Большой трагедии я не вижу. Тем более с компанией Данон у меня есть свои счеты. Я прям расскажу, это моя личная история, хочу поделиться. Моя юность проходила в Турской области, юг-юг Турской области, Тржевский, Оленинский районы. И я видел, как компания Данон заходила. Они покупали старосоветские сырозаводы, переработки молока, резали их металлолом, строили свой гигантский завод в Московской области, загружали его сухим молоком из Германии и Франции, которое в тот момент было гораздо дешевле. И они таким образом убили нашу перерабатывающую промышленность. Следом, это было прямо искусственно, следом за ней вымерли прямо на моих глазах десятки деревень, потому что закрылись молочные фермы, в которых сразу было некуда сдавать молоко. И я вспоминаю ужасы, у меня мурашки до сих пор бегают. Я помню эти брошенные деревни, я помню мою деревню, которая умерла, там сейчас ничего нет. Хотя все было, и школа, и ДК, и фельдшерский пункт, и дискотека, все было. Автобус ходил, больше там ничего нет. Это просто рухнуло, система переработки. Потом потихонечку, конечно, свое молоко стали закрывать, они начали закупать молоко. Действительно, на текущий момент они закупают, ну, большую часть, ну, такая, ну, прям, серьезная часть молока закупается. Это не сухое молоко, безусловно. Но вот у меня вот прям такая личная обида есть на эту компанию. Она с нашей стороны делала такие ужасные вещи. То есть она, в принципе, если вспоминать начало 90-х годов, а это явно тогда и было, это такие колониальные захватческие абсолютно амбиции. Это как военные, там, американские резали наши подлодки. Это вот такая вот была история. Да, да, это оно и есть. У нас прямо старится сырозавод, на моих глазах его порезали просто. Отличный завод, прекрасно перерабатывался. Кто-то молока его порезали и закрыли. Вот. Это было искусственно. Искусственно уничтожаловалась наша промышленность, чтобы занять нишу. Поэтому у меня лично трагедии большой прям к бренду нет никакой. Я не ем вот эту продукцию принципиально. А вот касательно ассортимента, я могу сказать, что заводы останутся, сами по себе они построены. Я вам скажу точно совершенно, как производитель йогурта, что йогурт это вообще не полупроводники. Это не космические ракеты. Вот прям точно скажу. Вот это даже не беспилотник. Это вот любая домохозяйка, которая делает йогурт, она знает, что это не очень сложный технологический процесс. Я просто серьезно. Я делаю йогурт, молоко и твердые сыры. Поэтому я знаю, что там твердый сыр самый сложный. Йогурт самый простой в этой схеме вообще. Там сложно, что заводы большие, но у нас есть огромное количество специалистов в стране. И у нас есть наши сильные бренды, там очень крупные, которые занимаются переработкой молока. Кто-то либо купит эти заводы, либо, не знаю, мы, может быть, я никогда не думал, что скажу вот в эфире, но Олег Сирота готов посмотреть покупку какой-то заводы компании Данон, если что. А если они решат не продавать, а бросить, как они некоторые заводы бросали, нас обождем в территориях, то их просто национализируют. Про это же, собственно говоря, Данон продал бренд, ой, не Данон, Модонс продал, продался после того, как объявили о национализации, и стало понятно, что так просто уйти не дадут. И наша задача единственная, чтобы самая большая проблема, чтобы он в моменте не закрылся, потому что Данон на текущий момент действительно перерабатывает много молока, и это разбалансирует рынок по молоку, его будет некуда девать, вот это нельзя допустить. Поэтому если они будут резко закрывать, или резко сокращать переработку молока, надо будет просто национализировать. Я думаю, что Минсельхоз Российской Федерации к этому готов уже, к этой ситуации. Я думаю, что французы тоже знают, что можно всего лишиться, поэтому резко вряд ли закроют. Но даже если резко закроют, ну что, заходит управляющая команда, там коллектив есть, закваски, в принципе, и в России делают закваски йогуртовые, и за рубежом поставки все не остановились, поэтому я проблем не вижу. Производитель упаковки тоже все есть. Но единственное, там тетропака нет, тетропака нет, ничего с весны, между прочим. Поэтому глобально по линейке, по матрице ничего не изменится. По ценовому сегменту, я думаю, плюс-минус тоже в рамках инфляции. Очень, слушайте, ну так интересно, я предлагаю, давайте мы чуть-чуть вернемся к началу вашей речи и вспомним действительно 90-е годы. Вот чуть-чуть философско-исторический такой вопрос. Как так получилось, что в такой огромной стране с такими полями, коровами, это же не какие-то кенгуру с косулями дикими там, понимаете? Это какая-то наша такая абсолютная история. Мы столкнулись с тем, что у нас многое вообще, вот это не наше. То есть, получается, действительно, может, мы сейчас, надо посмотреть, я, может, собиралась о другом сегодня говорить в этой программе, но посмотреть, что, может, какая-то справедливость возвращается. Ну вот, ваше мнение. На самом деле, это просто разные исторические моменты. Я бы назвал это так. Если мы говорим 90-е годы, естественно, сюда пришли те, кто обладал более высокотехнологичным производством. Поэтому им проще было быстро нарастить объемы. То, что, собственно говоря, произошло в различных отраслях экономики. Нет, 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 Дима, я не согласен. Ножки Буша уничтожили советские птицефабрики. Сухое молоко из Германии уничтожал, помните, я помню, в детстве меня в школу сухое молоко привозили. Это сухое молоко и компания Дону уничтожали нашу молочную промышленность. Давайте говорить правде в глаза, но сейчас-то что с них сняемся. Ножки Буша уже прямо вот у мясников, у аграрьев, это прямо вот такое. Птицефабрики, кстати, восстановились. Вот в птицефабрики они смогли вот эту ситуацию побороть. Это правда. Так, понятно, подключим давайте еще. Иван Вадимович, вступайте в разговор, коли он такой философский и исторический, как вы к этому относитесь. Либо они, сломав все, дали нам, может быть, какие-то такие уникальные технологии, что прямо вот мы оказались сразу в 21 веке. Ну, смотрите, это, честно говоря, не философский и не исторический разговор. Это разговор, скажем так, над тушей убитого оленя. Компания Данон... В данном случае олень это Данон или это отечественный агропром? Да, потому что за многие слова, сказанные сейчас, можно было бы, конечно, угодить в суд, но сейчас иностранным компаниям запрещено отстаивать свои интересы в российских судах. Компания Данон, как, впрочем, и многие другие иностранные компании в российских рынках Я всегда это говорил. Я всегда это говорил. Я всегда буду это говорить. Это правда. В условии тотального дефицита, тотального дефицита, безденежья. И многие слушатели нашей программы вспомнят 90-е годы, когда приходили в магазины пустым полком к отсутствующим абсолютно прилавкам. И там, в лучшем случае, какие-нибудь консервы стояли пирамидками на этих полках. И никто их сюда насильно не тащил. Они шли сюда для того, чтобы развивать наш рынок. И, что немаловажно, они помогли его развитию. Да, появились и российские компании в том числе. Но все это было благодаря импорту сюда современных технологий, современного оборудования, которое, к сожалению, не производилось в Советском Союзе и не производилось потом в России. крупнейшим производителем в молокоперерабатывающей промышленности является компания «Деловаль», которая тоже с течением обстоятельств является французской. И почти все молокоперерабатывающие фермы и заводы работают на этом оборудовании во всем мире и в России в частности. Или упаковка, допустим, «Тетропак» в шведской компании была запатентована еще в Советском Союзе. И всем известные треугольники выпускались в нашей стране в упаковке «Тетропак». Поэтому давайте не будем здесь передергивать. Иностранные компании далеко не ангелы. Что такого-то уникального компания «Данон» и «Ножки пуш» нам принесли. Расскажите конкретно. Доступными способами, но при этом они насыщали наш рынок, они давали достаточно широкий ассортимент, они задавали современные тренды как в производстве продуктов питания, так и в ритейле. И многие российские компании учились у иностранных компаний. А, то есть все-таки учились. И это вопрос о том, «Достичь хороших результатов». Если мы посмотрим на производство молока, у нас есть замечательная компания «Эко-Нива», которая входит сейчас в топ-5 производителей молока в мире. Они побили все рекорды советского периода производства молока. И именно за счет собственного производства молока России сейчас полностью обеспечена в этой категории продуктов питания и продовольственной безопасности. Но только есть одно маленькое «но». Компания «Эко-Нива» полностью компания, которые организованы немецкими инвесторами и работают на иностранном оборудовании. Там российские... Ой-ой-ой! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Слушай, ну, что вы говорите про то, что вы не знаете? Ну, вы же не знаете, на чем работает «Эко-Нива». Они елочки сами делают. А иностранные инвестиции — это немец русским паспортом, слушайте. Ну, что вы рассказываете? Зачем вы тут неправду говорить, не только не только оборудование у них европейского как получилось что в россии нет молока или у нас как недостаточно как я читаю то у нас недостаточно хорошие то у нас молоко недостаточно хорошее я же вам объяснял что так объясняю до моем детстве до того как они пришли в советское время у нас было хорошее у нас было перепроизводство молока советское время безусловно экспортировали маслом там все это отправляют экспортировали раз потом все это начало искусственно рушится и действительно случился дефицитом продовольств нас был парадокс на фермах все было а в магазинах ее не было но это выдавать не смешат понять да там искусственного разрушения советского союза во первых а во вторых совершенно искусственного врушения наше промышленно сельского хозяйства то есть это вот два разных события у нас была продукция нельзя было продать и конкретно транснациональные корпорации конкретно губили наш рынок конкретно разрушали вот я в детстве деревья я мою деревню помню как она умирала вот именно благодаря вот именно благодаря нам сейчас они приедут нам счастье принесут и счастье это умерший от логолизма мои соседи брошенные деревни и заброшенные поля которые я распахиваю они заставили пить пить самогонку наших соответственно сельчан ну ну слушайте ну давайте бредом когда люди лишаются работы современное производство высоко конкурентно но требует производственных показателей у моей бабушки была замечательная коза и это было замечательное домашнее молоко мы прекрасно им питались у себя дома но извините меня современный мир далеко ушел от козы мы питаемся современными безопасными качественными продуктами которые выпускают современная промышленность на современном оборудовании по современным технологиям а вот эти все технологии на коленках которые были сделаны в 90-е годы и развалились как карточный домик потому что этой промышленности не было она была только на бумагах она была только в отчетах министерства и разрушать ее пришли не французы и не немцы она была разрушена собственными руками собственным безделием и бездарностью о которой вы сейчас как раз пытаетесь нотальгировать и надо подумать всерьез что мы будем есть дальше если такая ситуация будет сохраняться так давайте так я вам как бы по комиссии по обучениях палатки мы подумали без вас разберем в чем мы будем есть дальше наша страна сейчас лезет по производству вы разберите сначала со своим продуктом и начните его послушать мы весь мир коры это с того что я крыль мы не слушаем дорогой мой друг так давайте я вам объясняю учите уму всех давайте не потому что мне не нравится ваш спор я очень люблю споры горячие нам надо сделать небольшую паузу сейчас мы сделаем паузу и вернемся пожалуйста не остужайте свой пыл возвращаемся в эфир открытая студия мы работаем в прямом эфире я напоминаю что а что я напоминаю я ничего не напоминаю я хочу вам сказать что мы сегодня обсуждаем проблему что уходит знаменитая французская компания данон и как бы а теперь выясняется что зачем она вообще приходила благо это или или вред был для российской молочной молочной производства и так далее но я напоминаю коротко дмитрий чтецов олег сирота и иван федиков мои собеседники двери все таки вам вопрос ведь данон не то что вот данон донисима вот эти все какие то вот эти французские там импортные названия но данону принадлежит я сразу хочу сказать что они вроде объявили что это не касается детского питания под марками там малютка малыш нутринвол вот это как бы не в зоне риска но у них есть очень русские названия там всякие простоквашина тёма растишка вообще они же сделали для россии они что сейчас вот это все раскрученнейшие бренды выбросят они же кому кроме русских нужны ну смотри здесь опять же мы возвращаем в каком виде они хотят сохранить бизнес и остаться в том виде в котором есть косвенно напрямую передать как сказал Олег ну скажем так заводы не умирают они собственно говоря могут поменять собственника могут поменять менеджмент но они могут ли нам оставить бренд бренды в моем понимании бренды к которым мы привыкли за исключением данона они останутся это мое личное мнение с точки зрения маркетинга было бы совершенно глупо убивать эти бренды да ну да потому что он представлен на европейском рынке ни растишки ни тёма на европейском рынке нет тёма простоквашина попробуй объясни французам богатство названия простоквашина юридически на ком сидит этот бренд где он зарегистрирован у кого на него права для того чтобы это не попало в тупочку юридических несостыковок назовем так на данный момент но олег я так поняла вот почитав всякие статьи умные что вот вы говорите йогурт сделать может любая домохозяйка при желании но я так понимаю что там вот есть эксклюзивные такие рецепты как например актимель вот мы что-то вообще не можем повторить мы конечно проживем без него честно говоря но все-таки какие-то тайны вереского мёда они с собой унесут да ничего не унесут смотрите там уже команды технологов останутся команда собственно говоря да но права на технологию на рецептуру у кого да там она вся есть её повторить не очень сложно я же объясняю ну можете мне понять что это ну это не высшая математика актимель то есть это чуть другой йогурт который там немножко другим бактериям заквашивается чуть по-другому там другой набор температур то есть это грубо говоря нужна бочка ну с трубами но на большом заводе там сложно то что там труб много целой паутин нужны инженеры нужны технологи высококвалификации но у нас в России все это слава богу есть они же не заберут с собой там технологов которые там работают они там все русские работают они не заберут с собой ну естественно да работяка который там работает сыровар не сыровар йогуртодел там сотрудник молочных цехов там это все останется молочная ферма которые поставляют останутся и собственно говоря трагедии не вижу для поэтому ну перезапуститься просто нельзя нельзя давать чтобы встало такие предприятия молочные нельзя давать чтобы они вставали их нужно как быстро подхватывать собственно говоря если они будут капризничать и там искусственно зарубать историю сокращения молока то есть им там достаточно быстро объяснят компетентные люди что как можно вообще лишиться бизнес и оставить без денег то есть по текущим раскладам я никогда не говорю что это в эфире может прозвучать но это вполне могут национализировать то есть вполне никто спрашивает даже уже не будет и уже я даже больше скажу на освобожденных территориях этот процесс идет ребята вы бросаете бизнес мы его забираем отдаем там ну дальше уже там будет вопрос кому там государство забирает собственникам передают приватизация будет то есть ну только единственный процесс нужно делать быстро чтобы оно не крякало вот и все потому что запускать завод который встал это сложно дорого как бы и проблем я просто запускал и не один поэтому понимаю тема сложная а если он не будет устанавливаться то в принципе это все решается высаживаются в команду правленцев там французы уезжают кто там вечер пять наверное да но получается я поняла проблема сейчас еще дмитрию короткий сначала вопрос нельзя рассчитывать что но если данон уйдет там к примеру крупная фирма уходит то это шанс для фермеров для других производителей наконец поднять голову выясняется никто не поднимет голову фермерам больше места в магазинах не дадут потому что на самом деле нельзя так говорить что не дадут мы говорим просто про разные сегменты давайте все-таки делить все-таки данон это масс-маркет это масс-маркет то что мы привыкли видеть в цене там 40 70 рублей сейчас йогурт это не йогурт за 150 рублей это не сыр там за 2000 это сыр ну образ это в огород к Олегу улетел здесь ответ для Олега наоборот как бы качественная продукция не может быть дешевой все здесь ответ очень простой если делается с настоящей если есть хороший не 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 мы говорили про масс-маркет в рамках того что есть почему достигается такая цена потому что обороты большие все очень просто чем больше у нас будет развиваться Олег тем доступнее будет его продукция если он увеличит свои заводы и фабрики и поля в 5-6 раз или возглавит Данон например то нас порадует а у вас есть в Петербурге магазин Олег вот я понимаю что я делаю рекламу но я предусловляю отечественного производителя храню Данон и предусловляю у вас в Петербурге есть магазины с вами кстати вот кстати смотрите благодаря собственно говоря уходу с рынка ну а мы сейчас занимаем ниши знаете которые финны раньше занимали у них были финские всякие магазинчики когда они с сыраем торговали в Финляндии сейчас их нет и мы через пару недель откроем первые три магазина в Питере прилавки на рынках ну вы нам как-то подружки черкните хотя бы да ладно хорошо я в инстаграме напишу запрещенном вконтакте одноклассник напишу хорошо так давайте узнаем мнение все таки Ивана Иван если сегодня хотя бы шансы вы говорили все равно конечно вот западники со своими технологиями со своими там школами специалистами рецептами но шансы у наших есть вообще из-за вот этого передела рынка мира и чего хотите ну как-то закрепить свои позиции я все-таки болею чтобы люди вышли ну вот если такие специалисты будут как Олег с транспарантами ходить о том что во всем виноваты французы тогда шансов к сожалению нет а если мы поддумаем на предмет я вас не оскорблял я вас стараюсь тоже не оскорблять значит вот есть такая поговорка она звучит следующим образом если ты что-то изобрел вот тебе рубль если ты что-то научился производить вот тебе 100 если ты научился это продавать вот тебе 1000 в современном мире технологии производства настолько уже доступны и настолько легко переносятся из одной страны в другую что в целом с этим действительно проблем особых не будет но только в словах вот этого специалиста значит не прозвучало одной вещи он не построил той дистрибьюторской сети той системы сбыта которая была у Данона которая покрывала всю страну которая продавала свою продукцию во всех субъектах Российской Федерации в которой работало несколько десятков тысяч человек не в производстве не даже там в дойке коров а именно в переговорах в продажах в поставке этой продукции в логистике до мест потребления и вот это как раз является в современном мире самым высокотехнологичным и самым сложным компания Данон в этом знала толк и умела соответствующим образом выстраивать то что называется по-английски понимаете да можно я отвечу а то у меня задели да давайте только вы все интеллигенты на себя видим мы с вами давно встречаемся я начал 8 лет назад с кастрюли в которой варил йогурт и делал сыр сейчас мы работаем перерабатываем 50 молока мы выросли в тысячу раз за это время а мы на перешли у нас у нас все 110 магазинов да по москве области в россии у нас просто пока мы медленно растем в два-три раза каждый год и я такой не один такие как я десятки там 14 тысяч человек уехал из города в деревню кто-то яблочные сады строит кто-то коров доит кто-то сыровар не строит нас много и такие вот Дима вот знает мы такие поставляли ему продукцию надо нас очень много в разных сегментах и в россии есть крупные компании даже я там ладно маленький ну я максимум куплю один заводик данон наверное приобрет на сдачу я поняла эта мысль все-таки как-то вас зацепила так все-таки зацепила я пока не буду брать но у нас есть куча крупных компаний которых даже если данон не будет у нас есть гигантские производители качественной молочки ну правда ну слушайте ну камон данон не один далеко на рынке это ниже вот в чем быстро время коллеги втумайтесь следующая компания за даноном в объемах переработки молока это компания пепсика с брендом виппельтан у них примерно сопоставимые объемы переработки у данона и у пепсика следующее третье место компания которая работает на рынке молока которая в сотни раз больше чем компания олега но она шесть раз отстает по объемам переработки от данона и пепсика в один шесть раз коллеги а потом компания можно смотрите друзья еще раз повторюсь не в производстве это давно но они все-таки мировые гиганты мировые друзья минутка рекламы что я сейчас делать собираюсь лично я вот я купил в петербурге с петербургского завода отличную линию по розливу йогурта и мы сможем производство йогурта увеличить в пять раз пять раз это только я один на российском оборудовании отличным которое делает петербург потому что золотыми руками оно реально лучше чем много импортное оборудование я буду разливать йогурта в пять раз больше и я его прекрасно продам потому что я сейчас заварен контрактным потому что да ну он уходит с рынка у меня сейчас просто это это моя возможность смотрите Дмитрий это тоже ведь непростая история Олег купил отличную линейку разливает но у него наверняка это все дороже его надо рекламировать это для вас например если у вас есть своя цепочка там ритейл вам вот тоже зона риска да у Олега нет маркетингового бюджета что было собственно говоря у других компаний это называется вы еще приплатите да потому что насколько помню когда мы начинали сотрудничать и как-то мы видели каким важным делом Олег занимается мы закупали оплачивали ему сыр на уровне закупки молока для того чтобы поставить готовиться сыр то что-то мы получали сыр через месяц что-то через три но нам для того нужен был его сыр что мы просто авансировали покупку молока поэтому то что говорит Олег действительно еще раз это разные рынки есть масс-маркет есть то что делают фермеры то что делает Олег но задача наша стоит в том чтобы Олег вырос и перерос скажем так до нон больше стал по всей российской федерации вот собственно говоря задача но если мы обсуждаем все таки есть ну понятно шанс возможности деньги но две позиции цена и качество вот наши производители с точки ну цена понятна а по качеству вот если мы вот по качеству наши уже совсем хороши или мы можем сказать что все равно их рецептура там хромат опять же давайте делить есть то что делает Олег как фермер это все таки мы называем фермерской продукции а у нас сегодня только просто силу российского производителя если мы говорим про масс-маркет производства внутри нашей нашей российской то уход до нона это естественно минус с точки зрения конкуренции потому что это стандарт это конкуренция это выпуск новой продукции и так далее и так далее и так далее то есть вопрос а когда отсутствует конкуренция это приводит в том числе к падению качества да и это факт ну вот Иван я понимаю что вы сейчас скажете что тоже все подсудное дело но как говорят я так скажу что конечно после того как мы пережили это ну прямо уж пережили из последних сил как пережили уход Макдональдса и пришла другая компания отечественная на его место все равно я читаю что многие кто любил там бывшую продукцию Макдональдса говорят что ну как бы да но все таки это уже не то вот это может мы такие просто патриоты плохие что нам уже и котлета знаете или не та и кофе в стаканчике не тот и вот так будет с молочной продукцией мы будем говорить что-то у них не то у нас нет проблем с патриотизмом у нас есть проблема с квалификацией кадров и с экспертизой тех специалистов которые ведут бизнес вот кому же Олегу я желаю пройти тот путь который прошла компания Данон и стать такой же крупной как говорит Митрий не только в России но может быть на всем европейском континенте только я хочу для справки Олегу сказать что компания Данон без малого 103 года она была основана Олегу 8 вам еще 100 лет и отлично будет у нас шла гражданская война в стране да компания Данон была основана и начала производить современную молочную продукцию ну тогда 100 лет назад она была современной да потом она стала развиваться 100 лет компания потратила на совершенствование технологий на развитие производства на сбыт на выстраивание переговоров и соответственно успешного сотрудничества со своими партнерами 100 лет компания потратила на это а вы хотите проскочить этот период за три дня или там три года хотя бы да и еще доказываете что вы умнее чем они ну это совсем не так вы знаете так у нас выхода другого нет как бежать быстро говорили что сыра у сироты никогда не получится хорошего но наши сыры получили бронзовую медаль в чемпионат мира по сырам сыры моих земляков из подмосковья привозили золото по твердым сырам в чемпионат мира по сырам теперь русских больше не берут Олег, вы знаете как изменилось за последние 10 лет укрепление с кисломолочной продукции Олег, вы знаете как изменился объем кисломолочной продукции в последние 10 лет знаете, я договорю пожалуйста на рекламу пойдем мне вот такие люди как вы говорили что русские генетически не способны делать хороший сыр никогда его не будет хороший сыр у нас есть я такого не говорил никогда ни в коем случае я точно не помню я всем 8 лет говорят что у сироты ничего не получится не обобщайте Олег вы имеете во всех бедах всех кругом и иностранцев и видимо своих статистических у меня кировец с автопилотом пришел кировец с автопилотом представляете у меня на полях ездит уже пока вы там рассказываете нас ничего в России не делают ну просто еще такая ситуация что мы теперь ну что мы будем плакать что вот как было дано хорошо мы конечно еще у нас такой характер что ну и боинги хороши и кока-кола хороша и дано он хорош ну что делать теперь ну ладно все свое сделаем сделаем короткую паузу у нас будет еще чтобы у нас осталось еще несколько минут до конца программы сейчас не переключайтесь открытая студия наша программа называется сегодня я даже не сказала невеселый молочник чем нам грозит уход иностранных компаний с рынка у нас остается еще несколько минут у нас очень интересные спорящие друг другом собеседники что я всегда невероятно ценю в нашем эфире но смотрите мне и зрители пишут и обменяемся коротко мнениями вот за эти пять минут пишут там вспоминает советское время да дело даже не в сырье дело было в специалистах во время СССР там их может быть не было в достаточном количестве сейчас не будет совсем и как и учителей и так далее пять двадцатых еще пишут стремительному развитию молочной промышленности способствовала большая армия специалистов рабочих техников технологов инженеров мясной и молочный продукт куда делись тогда наши специалисты или выросло новое поколение вот здесь что ну смотрите в рамках развития новых производств технологий которые приходили нам скажем так и за границей естественно к нам приезжали сюда специалисты вот за эти двадцать лет за эти двадцать лет эти специалисты передавали свои знания и умения потому что те знания как правильно Иван сказал это же было накоплено за сотни лет то что нужно было быстро нам за несколько лет сделать внутри нашей страны то есть они были достаточно щедрыми они не боялись бизнес бизнес ничего более деньги бизнес и так далее и так далее соответственно они передали для своих сетей если мы посмотрим внимательно то последние уже несколько лет в рамках нашей страны с помощью тех программ которые есть при правительстве при Минпромторге сейчас даже в ИТМО есть открылась магистратура с аспирантурой по растительному сырью например неожиданно то есть целое направление в рамках развития то есть это делается для того чтобы вырастить своих умных поддержать тех кто уже имеет знания и умения и это быстро воплотить в производстве мы буквально недавно снимали сюжет и там действительно мы снимали уже как раз по этой тематике вкратце скажу все но чтобы не попрощаться вдруг время закончится Олег есть предложение в северо-западном регионе сделать цирппирмир такой же как проходит в Истре в Московской области обсудим это что такое фестиваль конкурс это так я тебя пропиарил чуть-чуть цирппирмир да 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 самый большой фестиваль 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 хорошо если вы это сделаете мы об этом расскажем но Олег ваше мнение все-таки специалисты потому что можно иметь молоко можно иметь то есть все но нужны действительно люди которые здесь знаете Дмитрий и вы зрители абсолютно правы то есть у нас вот самая большая проблема и пробоина в корабле экономики и импортозамещения это действительно профтехобразование и знаете я хотел рассказать свою мечту вот у меня моя личная мечта мечта Олега Сироты это даже не построить крупную транссоциальную корпорацию не хочу это сделать нет нет задач строить Данон у меня задач Олега Сироты поднять свою деревню которую забросили да поляки распахать вокруг этих деревень и и в конце построить профтехучилище прям привести хороших преподавателей из России под собрать из Германии привезти из Швейцарии как наши деды делали это 100 и 200 лет назад когда строили молочную промышленность Российской империи нам это нужно будет сделать и вот тогда Олег Сирота жизнь прожил не зря потому что действительно это самая большая наша проблема отсутствие профессиональных кадров и профтехобразования тут прям беда 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 вот здесь прям проблему ее нужно решать это главная государственная задача мне кажется я благодарю вас все-таки слово Иван Иван как вы предсказываете как аналитик в результате как будет ситуация выглядеть хотя бы через несколько месяцев ну реально полки станут пореже заполнены смотрите ну я хочу сказать слова поддержки Олегу с огромным уважением отношусь к тем людям которые занимаются подъемом нашей деревни это тяжелейший колоссальный труд и хочется верить что у него все получится но если говорить о бизнесе и говорить о той отрасли которую мы сегодня с вами обсуждали то за последние 10 лет переработка молока в России сократилась почти на 10% объем потребления кисломолочных продуктов тоже сократился почти на 5% это связано с тем что себестоимость переработки молока и выпуска ну соответственно молочных продуктов растет гораздо более высокими темпами чем даже цены на них за прошлый год стоимость переработки это официальные данные союз молока выросли на 15% себестоимости производства И вот решить эту проблему должен бизнес, а не ремонтный. Да, проблем очень много, но в любом случае я благодарю вас, потому что мы сегодня в результате за время, которое прилетело мгновенно, подняли несколько тем, которые заслуживают отдельного разговора, и в том числе даже то, что мы вспомнили, как это было в 90-е, и печально и очень интересно. Я благодарю всех. Еще раз напоминаю, Дмитрий Чтецов, Олег Сирота, Иван Федяков, были нашими собеседниками. Господа, я благодарю вас. Спасибо за этот интересный и очень информативный разговор. А зрителям хочу сказать, конечно, знаете, йогурт не тушенка, впрок не запасешься. Поэтому, ну, в конце концов, мы будем верить в своих и в том, что будем верить в то, что из любой ситуации будет найден максимально удачный путь и максимально удачное решение. Все, мы с вами увидимся завтра. Завтра будем обсуждать книги, запрещенную литературу в виде Анны Корейной и Бахчисарайской фонтана, жуть что творится на улице. Все, это все будет завтра. Хорошего вам вечера. До свидания. Передаю слово новостям. Валерия Жгилева на посту еще раз. Валерия, приветствую вас с удовольствием. Ну, из сегодняшних новостей я знаю, что пришла хорошая новость для молодых родителей, потому что вроде продлена программа по льготной ипотеке. Но вот что там поменялось? Ничего, кроме сроков. Все подробности расскажем в нашем выпуске. В Ейске при крушении самолета Су-34 погибли два человека и 19 были госпитализированы. Об этом сообщает региональная МЧС. Военный самолет рухнул во дворе жилого дома. Начался сильный пожар и пламя перекинулось на многоэтажное здание. Губернатор Краснодарского края сообщил, что сильно пострадали 17 квартир. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. При наборе высоты загорелся один из двигателей, и оба пилота успели вовремя катапультироваться. Они живы. Он летел слишком низко. Я еще даже чуть-чуть выматерился. То, что что это он так низко летит, четырехэтажку задевает. Чуть ли не задевает колесами. А буквально через минуты-две взрыв, удар. Все содрогнулось. И потом начало все взрываться там. Сейчас пожар локализован. Развернут пункт помощи для жильцов дома. На место вылетели глава МЧС и министр здравоохранения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В город пришел холодный атмосферный фронт. Скорость ветра в акватории на побережье Финского залива достигала ураганной силы 32 метра в секунду. Вода в Неве у горного института к полудню поднялась до отметки в 122 сантиметра. Это на целый метр превышает средние показатели. Сейчас уровень опустился до 116 сантиметров. В полночь на город обрушился первый ливень. Также дожди были в течение дня. В связи с этим на дежурство вышли 36 бригад водоканала. Они контролируют, чтобы не было подтоплений возле социальных объектов на остановках и крупных перекрестках. В самые холодные дни среда, четверг, пятница до 3-5 градусов, а днем будет 6-8 градусов тепла. Это максимальная температура в Петербурге. Осадки в среду ночью еще будут наблюдаться и в большинстве районов Ленинградской области, и в Петербурге тоже. И уже с дня среды, четверг, пятница осадков в Санкт-Петербурге не должно быть. В некоторых частях Ленинградской области прошли октябрьские грозы. Жители Гачинского и Волосовского районов сообщают, что утром дождь сопровождался раскатами грома и молниями. А в Кировском и вовсе прошел град. Как объясняют синоптики, в середине осени грозы в нашем регионе случаются лишь раз в пять лет. Створы дамбы решили открыть после активного понижения уровня воды со стороны Финского залива. Сейчас проточность акватории полностью восстановлена, а кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов. Максимальный уровень воды был сфиксирован около 12 часов дня на отметке плюс 153 сантиметра. Пиковые значения порывов западного ветра при этом достигали скорости 24 метра в секунду, а высота волн составила более трех метров. Строительные леса частично обвалились на улице Черняховского. По словам очевидцев, это произошло из-за сильных порывов ветра. Никто не пострадал. На вызов прибыли сотрудники МЧС. Они разобрали небезопасную конструкцию. Сильный ветер сорвал металлический лист с крыши дома на 2-й Красноармейской улице. Никого не задело. Он повис на проводах. Позже его сняли сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы. А на Новоладожской улице очевидцы засняли, как уже на другом доме. Аналогичная конструкция едва держится и создает реальную угрозу для пешеходов. Судно, пришвартованное у частного причала рядом с яхтином мостом, чуть не унесло в Финский залив. По словам очевидцев, ветер быстро гнал яхту от Петербурга. ОЧП сообщили спасателям и руководству яхт-клуба. Самовольное путешествие удалось остановить. Чуть не сплыл и утиный домик на пряжке. Местные жители поймали его и привязали к одному из швартовочных колец вдоль реки. Устраняя последствия непогоды, сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили за день 26 выездов. Все они были связаны с падением деревьев, либо слабо закрепленных конструкций. Ни в одном из этих происшествий пострадавших нет. В Петербурге отменены ограничения, введенные во время пандемии в 2020 году. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Речь идет о возвращении плановых диспансеризаций населения, профилактических медицинских осмотров и вакцинации. Вновь появится возможность свободного посещения учреждений соцзащиты, таких как дома ребенка, детские дома, интернаты. Отменяются и повышенные меры безопасности в больницах, поликлиниках, школах, спортивных секциях, а также в офисах. Ранее там действовали рекомендации о проведении регулярной термометрии, дезинфекции, в отдельных случаях необходимости удаленной учебы и работы. В случае очередного роста заболеваемости уже испытанные ограничительные меры могут быть возвращены. До 1 января 2024 года в Петербурге приостанавливается действие отдельных положений закона о градостроительной деятельности. Он содержит порядок развития и определение границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. Приостановление этих и других положений позволит дополнительно проработать все вопросы, связанные с застраиванием новых кварталов. Правительство продлевает действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что благодаря этому решению еще больше молодых родителей смогут приобрести собственное жилье в новостройке, вложиться в строительство дома или купить участок земли. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года. В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов по прогнозам составит около триллиона рублей. В рамках программы семьи могут взять кредит на покупку жилья под 6% годовых. Максимальный размер займа по льготной ставке в Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. В Петропавловской крепости открылась выставка, которая погружает посетителей в эпоху Петра Великого. В экспозиции предметы, найденные на дне Балтийского моря. Интересно, что в формировании выставки принял участие мой коллега Роман Кирюхин, ведущий программы «Середина дня» и автор проекта «Подводный роман» о нераскрытых тайнах глубин. Как раз те самые артефакты из подводного романа и нашли свое место в экспозиции. Эксклюзивные кадры в репортаже Романа Кирюхина. Это же еще интереснее, чем посещать музей. Посещать музей, в котором еще все только готовится, в таких еще рабочих картонных коробках, это тоже экспонаты? Это козья шерсть, которая была частью груза. Она, по всей видимости, была упакована в тюки, потому что связана была веревочками. А как это будет экспонировано, в каком виде зрители увидят? Это будут вот такие стеклянные, скажем, аквариумы небольшие, где она в сухом виде, террариуме, скажем так, где она будет лежать просто вот. Вот ее можно будет видеть, что это шерсть. Разрешите пользу принести? Я знаю, что это такое. Это урожай 1724. Мы будем чувствовать какие-то запахи, потому что во время экспедиции на исследовательском судне в вашей реставрационной мастерской мы ароматы эти еще ощущаем. Это тоже интересно. Да, я думаю, что да, конечно, потому что предметы, несмотря на всю старательность их отмыть, конечно, в них запах остался. Ну вот мы сейчас это в зерне видим, да? Вот шерсть, она фактически, она пахнет чистой шерстью, как вот мы когда покупаем у бабушек вязаные носки, вот шерсть, она прямо так же и пахнет. Мне удалось хорошо, у зерна так не получилось. Бодинки сохранили, кожа сохранила свой запах такой, слегка такой дегтярный еще. Там же очень дегтя было. Да, на Архангеле Рафаиле же разлились бочки с дегтем. Я вошел в этот зал, сказал, о, здесь, наверное, что-то с Архангела Рафаила, потому что здесь пахнет парусником Архангел Рафаил. Мы поставили шерсть и зерно в зале торговли, это правильно? Да, все верно. Они там и будут находиться. Да, это будет в зале торговли, в третьем зале. Этот зал у нас посвящен созданию военно-морского флота. Здесь представлены очень интересные находки. Тут вы видите пушку, пушку с знаменитого портсмута. А вот это я знаю, что... Субтитры подогнал «Симон»!